Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня 2 сентября 2019 года, рынок находится в боковике, биткоин торгуется на уровне 9800 долларов, а рыночная капитализация 252 миллиарда баксов. Это график биткоина, 6-часовые свечи. Как мы видим, биткоин немного подрос после падения, но это нам неинтересно, куда более важной является вот эта фигура, которую я нарисовал. Здесь у нас 2 минимума, второй ниже первого и несколько максимумов, также располагающихся на нисходящей линии. Такая фигура называется падающий клин, и это паттерн, который мы называем бычим разворотным. То есть, увидев такую фигуру на графике, мы должны ожидать разворот. После такого пробития, верхняя граница конуса должна стать линией поддержки, которой цена биткоина будет возвращаться на коррекциях. То есть, чтобы подтвердить разворот, крайняя свеча в этой фигуре должна закрыться над верхней ее границей и сопровождаться повышенными объемами. Целью движения для такой фигуры является отметка в 11 025 долларов. Однако не стоит ожидать того, что это произойдет очень быстро, движение может затянуться на неделе. Но даже если этого не произойдет, я хочу сказать, что сейчас приближается крайне важный момент, можно сказать, кульминационный. А именно, тест верхней границы падающего клина. Как мы видим на теоретическом примере, такие фигуры обычно заканчиваются прорывом цены биткоина вверх. Если учитывать и глобальный треугольник, который сформирован двумя тренд-линиями, то можно предположить, что нижний уровень может стать катализатором прорыва цены биткоина. Однако я бы рекомендовал поставить стоп-лосс где-то на этом уровне, потому что если фигура себя не оправдает, то мы можем очень серьезно пострадать. Однако треугольник, который рисует RSI, дает больше оснований полагать, что прорыв все-таки будет в верхнюю сторону. И, кстати говоря, на рынке все еще полно людей, которые настроены позитивно. Например, на Bitfinex сегодня 74% лонговых позиций. На шортах сидит всего четверть трейдеров. На Bitmix 60% против 40%. В целом же 65% трейдеров настроены на лонг и 35% на шорт. В эфириуме эти цифры даже еще выше – 76% против 24%. Большинство людей, торгующих на рынках биткоина и эфириума, настроены на лонг, то есть на рост. Конечно, всегда есть возможность так называемого лонг-сквиза. То есть маркетмейкеры приходят и давят цены в пол, чтобы ликвидировать лонг-позиции к чертовой бабушке. Это называется лонговый вынос. То же самое можно проделывать и с шортистами. В этом случае это называется шорт-сквиз. Кстати говоря, шорт-сквизы происходят значительно чаще, чем лонг-сквизы. Поэтому имейте в виду, что такое может произойти. Давайте вернемся к графику биткоина и фигуре падающий клин. Здесь мы подходим к важному моменту, и множество признаков указывает на то, что все-таки пробитие произойдет вверх. Если, конечно, хватит объемов. И сейчас я покажу вам пример уже не теоретический, а практический. То, что уже произошло совсем недавно, а точнее вчера. Это график двухчасовых свечей кукоин-шея с QSDT. Здесь мы видим падающий клин, который идеально отработал. Пробитие верхней границы конуса сопровождалось повышенными объемами. Свеча закрылась над линией, и в итоге произошел прорыв цены вверх. Это то, что потенциально можно ожидать от биткоина. Однако цели еще не достигли, движение не сильно большое получилось пока что. Если посмотреть на кукоин-шеярс более глобально, то мы видим большой треугольник, и цена кукоин-шеярс находится у его нижней границы. Прямо как биткоин, только биткоин еще не преодолел верхнюю границу падающего клина. Поэтому мы можем предполагать, что кукоин-шеярс будет и дальше двигаться в границах этого треугольника. А значит его верхней целью будет верхняя граница треугольника, а нижней целью нижняя, соответственно. Так что можно ожидать цены вплоть до 1,7 доллара за кукоин-шеярс. Если произойдет пробитие этого треугольника, то цели будут еще более внушительными. Ну или наоборот, сейчас загадывать еще рано. Где-то под конец месяца, когда подойдем к границе треугольника, будет виднее. Да, и это не особо-то и важно. Я хотел показать вам совсем другое. То, как падающий клин отработал на кукоин-шеярс, и то, что биткоин приближается к решающему моменту. К верхней границе падающего клина, который обязательно нужно пробивать и закрепляться выше нее. Это и станет сигналом разворота. И покупки тоже. Это график рыночной капитализации альткоинов без биткоина. Свечи 4-х часовые. Как мы видим здесь, мы наблюдали огромный восходящий тренд. И я указал его зеленой стрелочкой. Но все изменилось где-то в июне, а точнее в конце июня. Вот здесь мы видели так называемый крест смерти, который обычно является сигналом медвежьего рынка. С тех пор альткоины находятся в нисходящем цикле. Торговать в это время реально трудно. Да, вы могли бы ловить эти волны и так далее, но это не главное. Очень важно то, что я скажу дальше. Важно на будущее, ведь вы, наверное, будете оставаться в криптовалюте еще долгое время, не так ли? Итак, допустим, вы холдер альткоинов. Вы держите здесь, держите здесь, получаете прибыль, портфель растет, и вот график нашел свою вершину. А вы все еще холдите. Вот вы видите крест смерти на графике. Это пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящей сверху вниз. Это и есть сигнал на то, что пора продавать вашу альту. Вы видите золотой крест, когда пересечение происходит снизу вверх. Это сигнал на покупку. Как вы понимаете, эта стратегия не годится для торговли на дневных отрезках. Фактически за 4 месяца вы проводите всего лишь 2 сделки. В мае после золотого креста купили, в июле после креста смерти продали. И теперь вы снова ждете золотой крест. Это и будет ваш сигнал на покупку. Именно тогда и нужно будет покупать альткоины. Вот такая долгосрочная стратегия для альткоинов. Да, вы все еще можете пытаться ловить какие-то волны. Но вам никто точно не скажет, особенно на падающем рынке, когда покупать, когда продавать и так далее. А рынок все падает и падает. У вас все больше нервов и стресса, который мешает принимать торговые решения. В итоге вы сливаете большие для вас суммы. Поэтому лучше всего избегать такой торговли. Долгосрочная стратегия торговли для меня идеальна. Намного меньше сделок, намного меньше рисков, намного меньше нервов. И намного выше успешность сделок. Самое крутое то, что торговать по стратегии крестов вы можете абсолютно самостоятельно. Не ожидая, что кто-то вам скажет, когда покупать и продавать. Вы сами видите эти сигналы на графике. Включите индикатор Moving Average 50 плюс 200 и разберитесь сами. Это намного проще, чем вы думаете. Но знайте, что эта стратегия не для трейдинга на протяжении дня, если вы сидите по 10-15 часов в день. Нет. Это стратегия на месячные трейды, когда на протяжении квартала вы делаете всего два трейда. Это очень легко вписать свою жизнь, если вы занимаетесь чем-либо еще, кроме криптовалют. Это график эфириума по отношению к USDT, свечи двухчасовые. Мы тоже видим падающий клин. Меня спрашивают, а может ли эфир упасть еще ниже? Да, ребята, место, куда падать еще есть. Возможно, 159 долларов это следующая нижняя цель конуса. Однако и эфириум приближается к судьбоносному моменту, то есть к краю падающего клина. А как мы уже помним, пробитие верхней границы клина и закрепление над ней на повышенных объемах означает разворот и сигнал к покупке. Поэтому ближайшие недели будут очень-очень интересными для криптовалюты. Будем продолжать следить за развитием событий. Биткоин предположительно вошел в четвертую параболическую фазу, пишет Питер Бранд у себя в Твиттере. Если у вас нет биткоина, тогда это выглядит как последняя посадка на корабль. Я люблю такие конусные паттерны, как этот, они имеют большую вероятность оправдаться. Давайте посмотрим, чем аргументирует свою позицию Питер Бранд, говоря о том, что биткоин вошел в четвертую параболическую фазу. Параболическую фазу. На графике он указал эти параболические фазы. Первая, вторая и третья уже произошли. Сейчас потенциально началась четвертая, точнее она продолжается с момента, как биткоин оттолкнулся от своего минимума после крайнего медвежьего рынка. И если биткоин достигнет верхней границы этого коридора, то цена будет около 100 тысяч за монету. Я, конечно, хотел бы увидеть биткоин за 100 тысяч долларов, но учитывая опыт предыдущих лет до халвинга, этого точно не произойдет. Проанализировав два предыдущих халвинга, я пришел к выводу, что цена биткоина всегда двигается по следующему алгоритму. Первое, новый исторический пик. Второе, суровый медвежий рынок. Третье, дно. Четвертое, бычий рынок. Пятое, халвинг. И шестое, новый исторический пик. Возвращаясь к актуальному графику, меня часто спрашивают, когда покупать биткоин. Вам не нужно покупать какие-то платные сигналы, потому что вы и так можете все увидеть на графике. Пробитие верхней границы конуса и закрытие свечи над ней на повышенных объемах, это и есть ваш сигнал на покупку. Еще более сильным сигналом на покупку будет пробитие этой границы на 11 тысячах долларов. Как мы видим, биткоин давно не может ее пробить, но если он это сделает, то путь на 14-15 тысяч долларов за монету будет открыт. Ну, об этом мы тоже будем говорить ближе к делу, сейчас еще слишком рано. Как вы видите, цена сама дает вам сигналы, просто нужно научиться их видеть. Однако проще и спокойнее стратегии, чем покупать раз в месяц на фиксированную сумму, я еще не придумал. Крайне позитивная новость для блокчейн-индустрии. Как вы, наверное, знаете, мир сейчас шагает на встречу 5G технологиями, и Китай является лидером в этой сфере. China Telecom разрабатывает блокчейн для смартфонов. Китайская гостелекоммуникационная компания готовит сим-карты, которые будут поддерживать эфириуми, токены RC20, а также будут совместимы со всеми типами смартфонов. Также опубликованы планы по превращению смартфона в децентрализованную ноду. Таким образом, каждый раз, когда кто-то будет покупать смартфон, покупатель автоматически будет поддерживать блокчейн-сеть и ее безопасность. Это очень хорошие новости и для тех людей, которые хотят покупать и продавать криптовалюты на своих телефонах. Банк Китая готовится выпустить свою национальную цифровую валюту. Правда, она будет опираться не только на блокчейн, да и работать будет как двухуровневая система, в которой банки и финансовые учреждения будут законными эмитентами. В общем, китайская цифровая валюта будет каким-то гибридом блокчейна и других операционных технологий. Все это звучит так, как будто китайская цифровая валюта не может называться полноценной криптовалютой, ведь она опирается на фиатные экономические системы. Буквально вчера отдел анализа и исследования рынка Binance опубликовал обширный отчет о своих ожиданиях относительно цифрового законного платежного средства от Китая. Соответственно, работать все это будет следующим образом. Первое. Народный банк Китая будет выпускать или выкупать цифровую валюту через коммерческие банки. И второе. Коммерческие банки будут распределять цифровую валюту среди потребителей на розничном рынке. Пока мне непонятно, зачем Китаю все это нужно, то ли они пытаются создать конкурента Libri, ведь ее не раз называли угрозой китайские чиновники, то ли снова пытаются повысить независимость Китая от иностранных технологий. Время покажет. Компания Ripple переместила полтора миллиарда XRP неизвестному получателю. 30 августа были перечислены полмиллиарда хриплого. Вчера еще один миллиард XRP отправились туда же. Кому и куда не ясно, но похоже, что адрес получателя был активирован компанией BitGo. В целом перемещенные средства оцениваются в 400 миллионов долларов, что составляет 5% от общей рыночной капитализации. Неизвестно, что это за передвижение, то ли вне биржевая распродажа, то ли еще что-то. Однако это подкинуло дров в огонь мятежа, о котором я уже рассказывал на своем канале. Как вы помните, известный трейдер CryptoBitlord пригрозил сделать форк Ripple, дав 60-дневный ультиматум компании. Однако дело приняло неожиданный поворот, потому что последний твит CryptoBitlord заставляет меня насторожиться. Увы, не появлялся в твиттере какое-то время. Неоднократно получал угрозы смертью и расправой в отношении форка XRP. А сейчас продолжаются нападки из-за моего прошлого. Тем, кто сейчас приятно проводит время, спасибо за поддержку. Скоро увидимся. Более детальных комментариев о том, какие именно угрозы и от кого он получает, CryptoBitlord не оставил. Однако, похоже, что ультиматум известного трейдера со 100-тысячной аудиторией не сильно волнует компанию Ripple. Ведь 30 августа была обнаружена транзакция на 30 миллионов XRP, что равняется более чем 7,5 миллионов долларов. Очевидно, распродавать свои токены компания будет и впредь, что хорошо для нее и экосистемы, но плохо для холдеров и инвесторов. Многие люди разочарованы в XRP, в курсе, в падении и так далее. Но посмотрите на рынок, друзья. Разве только Ripple вызывает разочарование? Да даже биткоин все еще на 51% дешевле своего исторического пика. Другие потеряли еще больше. 88%, 93%, 97%. Некоторые потеряли даже 100%. Ребята, 100%. Нет никакого резона судить крипту за это. Тем более, что у Ripple полно позитивных новостей. Например, к SBI Ripple присоединилось еще 4 японских банка, которые были добавлены в приложение MoneyTap. Таким образом, приложение MoneyTap пользуется уже 29 банков из 61, которые входят в консорциум Ripple Asia Consortium. Нужно представить себе тот синдром FOMO, который наверняка почувствуют участники рынка, когда все банки консорциума будут работать через MoneyTap. Глава банка Англии. Криптовалюты могут заменить доллар США. Высокопоставленный банкир заявил, что криптовалюта как феномен способна составить замену даже такой могущественной денежной единицы, как доллар США. Он полагает, что усилий нескольких стран будет достаточно, чтобы распрощаться со статусом доллара США как мировой резервной валюты. Карни полагает, что такой сценарий развития замены доллара США поможет улучшить состояние дел мировой торговли, а также сократить процессы оттока и притока капитала в странах с развивающимися экономиками. Руководитель британского Центрального банка безапелляционно заявил, что влияние доллара США на международный валютный рынок, а также его уровень доминирования на нем является помехами на пути устойчивого развития мировой экономики. Он также обратил внимание на такой негативный фактор для мировой экономики, как накапливание долларов США правительствами различных стран, которые стремятся тем самым захеджировать риски возникновения различных кризисных явлений в американской экономике. Однако накопление таких обычных денежных средств лишь вредит развитию экономики, так как чтобы выудить эти средства, тот же ФРС США вынужден проводить политику аномально низких процентных ставок, чтобы тем самым побудить инвесторов в доллары США не хранить их, а тратить. На этом у меня все, друзья. Если вам нравится такой контент, почему бы не поставить лайк? Мне приятно, а вам всего лишь один клик мыши. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатеете. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин